Манчестер Юнайтед, первый номер, Давид Декеев, 36-й номер, Матео Гумиат, 43-й, Кэмерон Джексон, 12-й, Крис Смолин, 17-й, Леблинд, 27-й. Конечно, ну, с другой стороны, полный стадион собирается и ждут, конечно, от своей команды физической игры. Я думаю, что Манчестер в поиске, как раз, такой игры. И вот Руни прекрасно играл. Я думаю, один из тех игроков, которые знают, как играть, как становиться чемпионами, поэтому, мне кажется, на него надо равняться. И он всем своими действиями показывает. Заряжает своих партнеров. Конечно, Руни вожак, Руни лидер, Руни в напряжении держит оборону Сток Сити. И беспрерывно работает левый флаг. И вот, наконец-таки, удалось играть эффективно. Передача с левого флага прошла. Более того, она стала голевой. Редкий случай, когда Манчестер и Руни забивают дома в первом тайме. И еще так быстро. И в окружении партнеров оказывается Линдом. Именно он выскочил из-под защитника и замкнул дальнюю штангу. Еще раз смотрим. Классическая английская атака с хорошим прострелом, но с отличным завершением. Но мне не совсем понятно, что делал Афилай. Почему он остановился и пустил вперед. Да, не доиграл этот эпизод. Ну, здесь, наверное, вверх и дали подать. Очень хороший прострел получился. Что вратарь не мог выйти. И защитники фактически не смогли сыграть, потому что могли и свои забить. Играя этот мяч. И не дотягивались. Но отлично, конечно, получился Линдгар. Играя этот мяч. Там Линдгар открывает счет. На 13-й минуте Луи Ван Галь крупным планом появилась информация о том, что он со стороны Макокузыки вновь левым флагом атакует Манчестер Юнайдер. На сериаль. Качают корпусом. Классно играет. И удар в ближний угол. А может, все-таки надо было бить в дальний? Или, как говорят, бить в дальний, попадешь в ближний? Возможно, да. Но здорово. Здорово обыграл соперника. Но очень хорошо в этом моменте разобрался с защитником. Ну, наверное, да, немножко мог. Хотя в дальний, мне кажется, он не мог попасть в защитник блокированный. Ну, корпусом работает здорово на скорости, да? Здорово, 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 очень быстро, да. Быстрые ноги. Да, когда начинает переоцениваться, по-моему, Манчестер в атаке, хороший удар. Видим ли мы второй гол? Да, 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 еще какой. Шикарно, да. 2-0 Манчестер Юнайдер. Ну, давно мы не видели Манчестер Юнайдер вот такой успешный, скажем так, в первом тайме, прежде всего. Да, да, исполнил очень здорово. Манчестер, конечно, молодец. Очень хорошее приобретение. Конечно, очень дорогое приобретение, но футболист большого таланта. И, конечно, исполнение, которое он сейчас подемонстрировал, лишний раз это подтверждает. Женя, а это же классическая контратак. Да, да, пошла веера. Моменчестер с ориентированием, пошла веера. И появились эти вот эти свободные зоны, и Манчестер Юнайдер идеально этим воспользовался. Право-налево хорошо очень, да. Мата здесь шикарно разобрался с двумя игроками. И Руни, конечно, здорово. Ну, и Руни видит поле, видит партнера. Хорошая передача. И та зона совершенно пустая. И всего два конца не сделал, тут больше не надо в целом. Ну, и исполнил, ну, словно, рукой закинул, да, с правой. Да, да, классический гол такой-то. Очень красивый гол. Прекрасная контратака в исполнении ментунеансов. Да. И любая отсечка, конечно, может это осложнить, а любая победа может приблизиться. Чтобы тут было заняно. Наутович пытается вытянуть ударную позицию, бьет с правой. Удар получился плеским. Больше она пристреливается, чем бьет. Пока далеко от цели. Игрок сборной Австрии выступал за... Продолжение атаки Сток Сити. Мы с вами наблюдаем. Видно, как травочка пытается выбрать получше позицию, чтобы замерзли за тыксом с углового. Но вот так при обороне собственных ворот играть не стоит Манчестерю. Но это вроде бы не самая сложная ситуация. Мяч так зависел. Ну, когда мяч в воздухе, тяжело его контролировать. Да, это все за счет борьбы. Здесь подбор был проигран. На путь передачи на Абарске пошла. И вот, все-таки всего... 3-4 касания, мяч не опускался. Но можно сказать, что да, игра перестраивается. И не всегда результативная. Мата бьет поворотом, попадает в защитника. Хороший был шанс забить третий мяч. Опять слева пришла атака. Я был уверен, что мяч влетает в верхний угол. Я полный впечатление сложил. Мата. Так, атака начиналась. Хорошо, Мата открылся. Его не успели накрыть. Но его удар зато. Накрыли. И вот здесь такая техника. Хорошая подача. И немного, мать, не везет в завершающей стадии атаки. Мне кажется, здесь руль немножко ему помешал. Помешал? Да. Наверное, даже не будет преувеличением сказать, что многие его просто ненавидят. Вот Малер. Мата. Движется вперед. Ждет поддержки. Передача в шоку. О, как просто! Какая красота! Да, шикарная красота. В этой атаке и Мата красавец. В какой-то момент казалось, что он промедлил и не отдал пас на Руни. Но здорово, конечно, с этой паузой. Он в атаку завлек Марсиале. Марсиаль, конечно, покатил шикарно поперед на Руни. Какая пауза была, красмейстерская у Мата. Он ждал, чтобы набрал Марсиале. В какой-то момент он хотел отдать на Руни, но, видимо, темп уже потерял. И шикарно, шикарно. Ну и здесь уже нет никаких поводов отменять гол у Руни. Отличный пас. Вертикальный был на Мата. Здесь, конечно, Мата. И Марсиале. Культура паса на самом высоком уровне. Здорово. Быстрота мышления, сложенные действия. Манчестер Гнар забивает еще один очень-очень красивый гол. Вот понятно, что для многих самый красивый гол этого матча – это второй гол, когда Марсиаль, да, положил, закинул мяч в дальний, в верхний.